На самом деле мы находимся в этот буйок, в самой южной части Америки, в самой южной части Веста, 90 миль до Кубе. Доброе утро, уже воскресенье, мы только что проснулись, сидим на бассейне, в нашем мотеле кушаем, так как внутри очень много людей, очень маленький зал, просто не нашли места, где там внутри покучат. Так что вышли сюда на бассейн кушаем. Леша уже пошел в комнату, уже собираются, и мы сейчас будем ехать в Пиларго, это самый первый остров, архипелага Ки-Вест, там мы будем снорклить, то есть нырять с трубкой и маской. У нас там все уже зарезервировано, ехать туда примерно полчаса, но я думаю с трафиком будет где-то час. Еще, плохие новости. Я взял старый ноутбук, чтобы на него сбросить все фото и видео, и у него европейская розетка, и я переходник забыл дома, ноутбук сел, поэтому я не смог с GoPro скинуть на ноутбук фото, чтобы освободить карту памяти. И у нас осталось только там 12 гигабайт памяти, так что не очень много получится снять под водой. Хотелось бы больше, но придется себя немножко ограничивать и снимать, где мукушки-то летают, то что можно будет. Ну и сегодня тогда не будет уже дороги, так как надо все-таки будет GoPro сохранить именно на подводную видеосъемку. Вот. Ну ладно, мы тогда едем уже за Лешей с Андреем и едем снорклить, увидимся там. Приехали мы уже в парк, все-таки не полчаса, а час у нас заняла дорога, зашли на ресепшн, где мы резервировали наш тур, ну мы резервировали в интернете. Сейчас пришли, записались, нам сказали все инструкции, бумаги, подписи, фамилии, что да, мы все знаем и так дальше. Ждем уже наш сам тур, сейчас 11 утра, тур наш в 12. Вот, в той стороне парк этот вообще классный, это стейт-парк, здесь можно арендовать, кроме туров снорклить, здесь можно арендовать каяк, можно просто на лодке с стеклянным дном покататься, есть пляж, где можно покупаться. Так что мы сейчас что-то будем интересное делать, у нас еще есть час на это все. А потом уже поедем снорклить, поплывем. Мы подошли к воде, здесь вот, там какая, водоросли растут, но вода очень прозрачная, здесь где-то метр-полтора в глубину, но мы прям вот видим там вот как рыба плавает. Так что если вот такая же прозрачная вода будет на рифе, это будет просто шикарно. Значит нам будет просто круто здесь поплавать. Вот я не знаю, правда, видите ли вы рыбу, я ее уже сам не вижу. Вот где-то здесь была рыбка, пропала уже, убежала. Но я думаю дно вам видно, хорошо видно дно. Пляж здесь никакой, потому что это еще не океан, не залив, это залив залива. Вот там, если вы видите, там еще целая полоса земли, и аж за ней уже открытая вода. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот наша лодка, на которой мы сейчас поплывем и будем снорклить. Вот там еще есть одна лодка, тоже, наверное, для сноркл. А вот там дальше такой побольше корабль, это уже для... Там стеклянное дно, и люди на нем выплывают просто посмотреть на дно. Ну, посмотреть не так классно, как вот понырять с масками и с ластами. Вот они. До посадки нас осталось пару минут. Ребята перекушивают капитаны, проводник. Не можем уже дождаться. Мы уже на лодке, нам только что провели испытаж насчет спасательных жилетов. Нам надо быть в них. Но их пока не надо надувать. То есть надувать их только в случае, если надо. Ну, чтобы нырять под воду, надувать им надо, но надо быть в них. То есть это как бы для безопасности, чтобы команда, чтобы капитан и проводник нас видели издалека. Сейчас мы идем к морским хайбеям с лимитом скорости. Только что позвешим и ускоряемся. На 40 минут плыть до Рима. Продолжение следует... Приплыли мы уже на место снорклинга. Вот мы уже готовимся. Вода просто шикарная, прозрачная. Дно вихра. Классно. Сейчас будем плавать. Вот мы уже поплавали. Где-то примерно час в воде мы находились. Видели много разной рыбы. Рим очень большой. Хотя там мелко было. Но наоборот хорошо, потому что легко было на рыбу до Рима. Вот и уже возвращаемся туда с парка на лодке. Очень довольны и очень устали. Тяжело все-таки. Целый час в воде плавать, дырять. Но очень классно. Вернули мы то, что брали в рент. Так как у нас три пары своих. Один набор мы брали в рент. Вот только что вернули и идем уже в душ. Мы сейчас в Майами. Только что вышли из буфета. Мы сюда заехали покушать. Фу, наелись так, что дышать мне эту чем. Пузо забитые. Сейчас начинаем уже ехать домой. Так что это мое последнее видео. Затраты наши на эти два дня выходных. Примерно, я точно не знаю, мы еще точно не посчитали. Но примерно по 350-400 долларов мы потратили. Вот, сейчас Леша садится за руль. Садись. Я просто на тебе маячки. Леша едет в сторону Нейплса. Рожай быстрейшая. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Что еще я обычно говорю? Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Всем пока. Слышали Олю. Пока. Смотри, да, совсем. Смотри. Что ж жестко горит. И глянь, яка хмара, не видно ни черта. Как лошара. 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 Как лошара.